Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях обладательница титула «Миссис Звенигород» Екатерина Кузнецова и «Мисс Звенигород-2019» Валерия Алтухова. Здравствуйте! Здравствуйте! И руководитель проекта «Мисс Звенигород», создатель этого проекта Елена Шаханова и руководитель «Одинцовской принцессы». Вот об этом поговорим, но чуть позже. Завершился потрясающе красивый конкурс «Мисс Звенигород». Валерия, поздравляем тебя с победой, с главной короной. Что чувствовала в тот момент, когда стояла на сцене? На самом деле эмоции переполняли, потому что я очень сильно волновалась. Я себе изначально поставила цель выиграть или хотя бы войти в тройку победителей. И было на самом деле неожиданно. Но спасибо вам большое за такую возможность. Я счастлива. До этого момента когда-нибудь ты пробовала себя в конкурсах красоты? Нет, это было первое. Откуда узнала? Кто тебя пригласил? Это была твоя первая попытка? Первая победа, да. И сразу победа? Да. Ты учишься в Одинцовской гимназии номер 4, перешла в 11 класс. Как тебя встретили 1 сентября твои одноклассники из параллельных классов? Ребята, наверняка все знают о твоей победе, о том, как блестяще прошло для тебя это лето. Ну, я особо так не хвасталась, поэтому многие не знают. Собственно, близкий круг, они меня сразу поздравили. У тебя была очень большая группа поддержки. Наверное, ползала зрительного дома культуры Захаровский. Я, конечно же, сейчас шучу. Вообще у каждой финалистки была группа поддержки. Эмоции, мне кажется, зашкаливали не только на сцене, но и в зрительном зале. Елена, конкурс проходил в пятый раз. Это был юбилейный конкурс. И, наверное, тем он был дороже и более ответственный именно для вас, как для руководителя. Ну да, было очень ответственно. Это, во-первых. Во-вторых, была новая площадка, поскольку четыре года подряд мы проводили в Звенигороде, а сейчас мы решили провести уже в ДК Захаровский. Пользуясь случаем, хочется сказать огромное спасибо Венецкому Владимиру Львовичу за то, что он нам предоставил площадку, поддержал наш проект. И, конечно, огромное спасибо всем зрителям, гостям, которые пришли и поддержали наших девчонок. Потому что, действительно, для нас это было волнительно, так как и маленький юбилей, и очень много новых лиц. И я бесконечно рада, что у нас появилось такое большое количество новых людей, которые готовы нас поддержать. Накануне финала конкурса «Мисс Звенигород» мы встречались с вами в этой студии и говорили о том, насколько меняется жизнь девчонок после титула. Действительно ли изменилась как-то ваша жизнь? Появилась ли какая-то дополнительная нагрузка, новые проекты для вас? Лера? На самом деле это все зависит от желания девушки, которая победила. После конкурса красоты открывается много возможностей. Меня пригласили поучаствовать в Мисс СНГ. Но, к сожалению, у меня сейчас школа, сдача экзаменов, поэтому я думаю продолжить свою деятельность через год примерно. Можно пока готовиться. Кать, твоя жизнь как изменилась и как тебя встречали дома с короной заветной? Ну, на самом деле моя группа поддержки, она присутствовала, сын и мой муж. Они меня уже, в общем-то, встречали на красной дорожке. Мы вместе пофотографировались. Вася очень гордится мной, он до сих пор так иногда в шутку что-нибудь говорит. Моя королева красоты, мама. Конечно, это очень приятно. Приятно, в первую очередь, быть королевой красоты для своих близких, для своей семьи, для мужа, для сына. Как ты решилась принять участие в этом конкурсе? И были ли до этого в твоей жизни такие проекты? О, это очень спонтанно произошло, очень интересно. Мне предложил мой муж поучаствовать, и я не восприняла всерьез даже сначала. То есть, это мне казалось, что это, ну, как, шуточка может быть. Ну, в общем-то, он настаивал на протяжении года. Это все началось с прошлого лета, когда проходила Мисс Венигород 2018. И, в общем-то, на протяжении года он меня поддерживал и взращивал это желание. Культивировал во мне. В общем-то, я им очень благодарна. Ну, то есть, отчасти это его победа, да? Потому что он разглядел в тебе сначала тот самый потенциал, да? Вот, кстати, как раз мы говорили в прошлом программе о том, что в конкурсе не совсем, ну, вот обычный в том плане, что здесь принимают, ну, нет каких-то определенных стандартов, я не знаю, к внешности, к там, параметрам, да? То есть, все достаточно индивидуально. Возраст-то, опять же, да. Но, опять же, приходят девочки, у которых нету, скажем так, опыта работы вообще в модельном бизнесе, то есть, они не представляют, что это такое. Вот, и поэтому, как я уже в прошлый раз говорила, что нам интересно посмотреть через пять недель, да, как они меняются. И они действительно очень сильно меняются, поскольку кто-то становится увереннее, да? Кто-то уже четко понимает, что он хочет. Кто-то, во-первых, они очень сильно сдружились. Вот, что меня всегда радует в наших проектах, то девчонки начинают дружить реально. И это так здорово на самом деле. Поэтому, и, да, нет определенных параметров, но девчонки над собой работают, и вот мы видим результат. Обязательно посещение фитнес-центров, встречи с стилистами, визажистами, косметологами. То есть, это, ну, действительно такой пятинедельный интенсив. Да, еще они очень часто вспоминают нашего кассинг-директора, Настю Аспельникову, который им преподает дефиле. И когда заходит в зал Настя, она им говорит, если я кого-то увижу без улыбки, финал никто не пройдет. И вот у нас уже по традиции, когда мы друг друга видим, все уже начинают улыбаться. И как бы, вот тоже приятно. Завершился конкурс Мисс Звенигород-2019, и практически сразу стартовал конкурс «Одинцовская принцесса». Елена, расскажите более подробно об этом проекте, как он будет проходить, где он будет проходить. Мы хотели чуть-чуть отдохнуть после Мисс Звенигород. Но не получилось, судя по всему. У нас появились очень хорошие друзья, которые сказали, ну, подохнули три дня, давайте уже можно за новый проект браться. Я, конечно, хочу огромное спасибо сказать нашему генеральному спонсору. Это Российский союз налогоплательщиков Российской Федерации, именно региональное отделение по Московской области, которое поддержало именно проект «Одинцовская принцесса» 2019, который в этом году мы проводим в Одинцово. На кастинг мы приглашаем девочек от 4 до 12 лет, которые проживают на всей территории городского округа Одинцово. И конкурс у нас будет проходить несколько этапов. То есть 9 сентября – это первый день, когда мы начали принимать заявки. И продлится это до 1 октября. То есть нужно будет написать нам в аккаунт, отправить свою электронную почту, и в ответ мы пришлем анкету и условия участия в конкурсе. Весь подготовительный период будет проходить в Одинцово. То есть у нас уже есть несколько площадок, где мы будем готовить девочек к финалу. Программу готовим интересную. И мастер-классы. И будем учить их правильно ходить. Фотопозирование, актерское мастерство. Также наше любимое занятие спортом. Какие-то развлекательные мероприятия. В общем, 3 недели наши малышки будут задействованы. И я думаю, что это будет тоже интересно. С 4 до 12 лет возраст участниц. Как-то будут они делиться по категориям? Да. У нас 3 категории. Идет категория Little – это от 4 до 6 лет. Категория Mini – от 7 до 9 лет. И категория Teen – это от 10 до 12 лет. То есть мы тренируемся и готовимся все вместе. Но по категориям, конечно же, детей делим. Потому что они все разные абсолютно. Вы вообще готовы, я так понимаю, до кастинга, принять всех желающих. Примерно какое ожидаете количество заявок? Я так знаю, что уже вроде только стартовал прием заявок, но уже ажиотаж большой. Ну да. На сегодняшний момент, на последнюю, скажем так, отправку, мы отправили уже 30 анкет. То есть за 2-3 дня это, конечно, очень много. Учитывая то, что у нас прием заявок будет еще проходить до 1 октября. Поэтому я думаю, что у всех есть возможность к нам написать, прийти на кастинг и поучаствовать в проекте. Какие преимущества получат финалисты этого конкурса? На самом деле, малышки также у нас участвуют в каких-то фотосессиях. Они работают с нашими дизайнерами. Возможно ли, что они получат какой-то контракт? Да, вполне возможно, потому что малышки предыдущих периодов, когда мы проводили конкурс в Венеграде, у нас многие девочки маленькие участвовали в фотосессии дизайнеров. То есть дизайнер выпускает какую-то коллекцию, он берет наших финалистов на съемки. Также мы надеемся, что к нам приедут представители модельных агентств, которые тоже работают с детьми. И, возможно, кто-то из малышек получит какой-то контракт. Это тоже мы не исключаем. Но мы просто всех секретов сейчас уже не будем раскрывать. Но возможности есть. Возможности есть, да. То есть это уже зависит от малышки, насколько она себя раскроется. Потому что дети тоже действительно разные приходят. И даже были такие моменты, что она приходит, она очень плохо идет на контакт, но через какое-то время уже полностью раскрывается. И даже интереснее работать с теми, которые уже подготовлены девочки. Ну, конечно же, ни один такой проект невозможно подготовить в одиночку. Кто в вашей команде, кто вам будет помогать? У нас очень вообще веселая команда в этом году. Ну, это, во-первых, наш кастинг-директор Анастасия Спельникова, которая курировала «Мисс Венигород». Также она идет у нас в конкурс с малышками. Лера и Екатерина, они будут кураторами проекта. То есть они тоже будут много времени проводить с девочками в период подготовки. И еще у нас есть два куратора. Это Софья Кудинова, она также была участницей в этом году «Мисс Венигород». И Елена Клоповская, она одна из победительниц прошлого года. То есть у нас такая команда, которая будет с нами работать. Ну, а, наверное, для девчонок маленьких, ну, возможность пообщаться с настоящими королевами, ну, наверное, это вообще что-то за гранью реального. Да, и у нас еще есть три человека в команде. Это наш замечательный фотограф Андрей Клопаков, который с нами сотрудничает уже много лет. Алексей Гниткин, наш оператор, который будет снимать с малышками промо-ролик. Анютка, они вместе работают. Ну, в общем, это очень такая у нас хорошая команда, которая будет малышам готовить. Ну, думаю, будет интересно. Как будет проходить кастинг? И что непосредственно на кастинге должны показать девчонки? На кастинге мы смотрим прежде всего, насколько ребенок, скажем так, располагает к себе. То есть, да, приходят дети иногда зажатые, но видно, что они хотят участвовать в конкурсе. Да, бывают категории детей, которые приходят, спрашивают, ну, и мы спрашиваем, ты хочешь участвовать? Она, нет, я спать хочу. Ну, такие вот детки. Мама заставила, одела красивое платье, сделала прическу и привела на подиум. То есть, для нас еще такая самая... То есть, бывают такие истории, да? Бывают, да. Все-таки иногда амбиции родителей, они все-таки перекрестывают желание детей. Да, нет, действительно, это я не придумала. Ну, это было в жизни, когда у нас девочка пришла на кастинг, ну, видно, что она, ну, нет у нее желания. Потому что у нас же задача еще какая? Подобрать определенное количество малышек, да, и чтобы они смогли найти друг другу подход. То есть, чтобы не было такого, да, там, каких-то разногласий и так далее. Потому что у нас, как правило, девочки более старшего отраста, они начинают опекать малышек. То есть, у них вот такая вот дружба идет между собой. Либо у них там какие-то любимицы свои появляются. То есть, вот так и наша задача, вот, сделать такой комфортный коллектив, с которым мы поработаем три недели. Сколько по итогам кастинга вы планируете отобрать финалисток? Ну, предварительно максимум 20 человек. То есть, в каждую категорию у нас пойдет по 6-7 человек. Вот, но если мы будем смотреть по количеству заявок. Если у нас количество заявок будет больше, то мы, соответственно, возьмем чуть больше. Но много, опять, у нас нет возможности взять всех, поскольку мы не сможем их уже достойно подготовить. Вот, то есть, наша задача еще сделать это финал грамотный, красивый, чтобы не было перебора. Девчонки, ну, вы готовы вот к такой работе? Ну, наверняка сталкиваетесь с ней впервые, Катя? С детками, да. Конечно, вот, как старший наставник, это, конечно, для меня такой первый опыт. Несмотря на то, что у меня есть сын, все-таки это уже другая сторона медали. Интересно, очень много предвкушения. Я была безумно рада, когда Лена предложила поучаствовать, потому что я считаю, что это очень действительно интересный, перспективный проект. И для детей, в первую очередь, очень такая уникальная возможность, потому что наш конкурс красоты, он все-таки отличается от других конкурсов красоты. И в этом, наверное, его уникальность. Лера. На самом деле, это очень интересная деятельность. Я бы хотела получить опыт. А кто знает, может, я и в будущем продолжу так делать проекты. Поэтому я тоже обрадовалась, когда меня Елена позвала. Вот, посмотрим. Ты являешься членом молодежного парламента. Как-то будет ли он задействован? Будешь ли ты задействовать ребят в подготовке к этому проекту? Ну, мне кажется, волонтеры никогда не помешают, правда ли? Ну, я им предложу помощь, если, конечно, нужно будет. А так у нас тоже мы хотим сделать мисс Одинцова совместно с молодежным парламентом, но это уже позже. То есть все, начались совместные проекты? Вот как раз про те возможности, которые дают конкурсы, да, для девчонок открывают. Да, возможностей много на самом деле. Все зависит от человека и от желания. Главное, чтобы было желание. Лен, когда состоится финал, будет ли свободный вход? Как можно будет попасть по предварительным приглашениям? Как будет все организовано? Финал у нас состоится 9 ноября. Предварительно это будет в зале в мечте. По пригласителям, конечно же, мы будем всех гостей туда пускать. На каких условиях, мы же не готовы сказать. Потому что мы еще в период переговоров находимся с залом. Поэтому я думаю, что все, кто захочет, у кого будет возможность, конечно, могут прийти к нам на мероприятие. Мы будем очень рады. Ну и такой важный очень вопрос. Кто будет в жюри? Кто те люди, которые смогут, глядя в глаза четырехлетним малышкам? Ну это на самом деле всегда очень. Вынести вердикт. Да, это всегда. Ну вот у нас со взрослыми как-то вот более-менее понятно. Ну они более сильные уже, поймут, подготовлены. А вот с детьми? Ну с малышками, да, это сложнее. И у нас те люди, которые приходят в жюри, у них, наверное, двойная ответственность. Стальные нервы. Да, стальные нервы, двойная ответственность. Но я хочу сказать, что у нас, как правило, все малышки уходят с подарками. Поэтому мы не делаем прям такое. Одна корона, а все до свидания, да? Нет, нет. У нас очень много номинаций. И мы просто хотим, чтобы каждая девочка ушла из этого конкурса с такими положительными эмоциями. Чтобы не было какого-то разочарования. Да, чтобы она понимала, что она самая лучшая. Неважно, 4 ей года, 12 ей лет, да. Но она поняла, что ее оценили по достоинству. Чтобы она не уходила со слезами, да. Что вот, у меня там не получилось, мне там что-то не дали. Чтобы все радостные, довольные, с подарками ушли. И с пониманием того, что это только самое начало, это первый шаг. И нужно продолжать не останавливаться на достигнутом и идти только вперед. Но еще хочу сказать о том, что все-таки вот такие проекты, да, они хороши как и для детей. Потому что они находят, да, каких-то там новых друзей, какую-то комфортную среду. Это хорошо для родителей. Потому что у нас мама, как правило, очень активно участвует во всех приготовлениях, да. Да, там, начиная от платьев, подготовок, каких-то образов. То есть мама тоже полностью включается в эту работу. И плюс, конечно, это хорошая площадка для наших партнеров. Потому что это тоже такая бизнес-площадка. Потому что любой предприниматель может поддержать проект, да. И помимо того, что он малышек поддержит, он еще и познакомится там с новыми какими-то людьми, да. И у меня уже много раз было то, что люди, знакомясь с нас на проектах, начинали какие-то свои. Ну, у них там идеи новые возникали, да. И они как начинали какие-то свои новые проекты. Да, это очень хорошая бизнес-площадка вообще для предпринимателей. Поэтому мы тоже будем очень рады, если Одинцовские предприниматели нас поддержат и придут на наш замечательный праздник. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям, как можно подать заявку на участие в конкурсе «Одинцовская принцесса» и до какого числа будет осуществляться прием заявок. Прием заявок будет осуществляться до 1 октября. Вы это сможете сделать, написав нам в аккаунт «Мисс Венигород» с письмом о том, что мы хотим прийти на кастинг, почту электронную. И мы вам вышли манкету и слове участия в конкурсе. В принципе, все. А дальше уже дело за малым. Да, а дальше мы уже будем собирать заявки и ближе к кастингу, который у нас состоится 6 октября, мы скажем место, где он будет проходить, во сколько и так далее. Девчонки, хотелось бы от вас несколько слов пожеланий юным принцессам, которые пока еще не определились с выбором принимать участие в этом конкурсе или нет. Все-таки стоит ли это делать и почему? Сейчас Катя скажет, ничего не бойтесь. Нет, я не люблю так говорить, ничего не бойтесь, потому что я сама жуткая трусиха. Я люблю говорить, бойтесь, но делайте. Потому что каждому присущ страх, переживание, тревога и взрослым, и маленьким деткам. Поэтому хочется пожелать вдохновения и не останавливаться на каких-то социальных стереотипах о конкурсах красоты, потому что они уже далеко-далеко в прошлом. Конкурсы красоты сейчас совсем по-другому проходят, не как раньше. Лера. Мой девиз, пока не попробуешь, не узнаешь. Поэтому я желаю девочкам удачи, чтобы они ничего не боялись и пробовали себя в разных деятельностях. Елена. Я на самом деле хочу нашим малышкам пожелать, чтобы они все-таки приводили своих девочек на такие конкурсы, потому что тоже разные мнения. Кто-то за, кто-то против всегда. Так что приходите. У нас очень замечательный проект. Ваши дети получат много удовольствия, положительных эмоций. И, конечно же, никогда не нужно бояться чего-то нового. Поэтому мы очень рады будем видеть всех вас на кастинге. И, конечно же, ждем гостей на наш финал красивый. Спасибо за интересную беседу. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует.